Глава МИД России видит ксенофобию в отношении русскоязычных в Казахстане. Официальный Нур Султан на слова Сергея Лаврова не отреагировал. Дочь бывшего президента Казахстана и депутат Дарига Назарбаева в ответ на просьбу Азатыка о комментарии по следам публикации Лаврова заявила, что подверглась атаке. Здравствуйте, это Азатык. Итоги недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал на этой неделе статью о сотрудничестве с Казахстаном. В публикации говорится о союзнических отношениях, экономическом партнерстве, диалоге между двумя соседями. А в конце материала автор пишет о резонансных проявлениях ксенофобии в Казахстане к русскоязычным гражданам. Лавров, один из высокопоставленных российских чиновников, примкнул тем самым к ряду других московских политиков, которые на протяжении последних месяцев заявляли якобы об ущемлении прав русского населения в Казахстане. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселён. Но казахи существовали. И так далее. Они существовали, да, они существовали. Волна обвинений в руссофобии нарастала перед парламентскими выборами. Сначала несколько депутатов Думы назвали Северный Казахстан большим подарком России и даже потребовали вернуть земли. Затем Россотрудничество, курируемое МИД России, усмотрело дискриминацию русских по языковому принципу. Некоторые эксперты связали эти выпады со стремлением политиков набрать очки перед голосованием в сентябре. Но после выборов тема предполагаемой русофобии с повестки не сошла. О нетерпимости в Казахстане по национальному признаку заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. На этой ее непосредственный руководитель Сергей Лавров. Полгода назад Лавров во время визита в Казахстан критиковал российских политиков, которые, как он выразился, гонятся за сенсациями, заявляя территориальные претензии в адрес Казахстана и говоря о дискриминации русских. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали, чтобы, знаете, как у нас говорят, не важно хорошо или плохо, главное, чтобы эти в газеты вписали. Сергей Лавров, один из ближайших соратников президента Владимира Путина, сам написал в газете о ксенофобии в Казахстане, которую охарактеризовал как продукт применения извне информационных методик. Он также отметил, что государственные органы двух стран принимают совместные меры, задействуются прямые каналы связи, вплоть до каналов администрации президентов. Государств членов ШОС. Официальный Нур-Султан никак не отреагировал на слова Лаврова, а Курда и МИД страны хранят молчание. Корреспонденты Азатыка спросили мнение депутатов казахстанского парламента. Несколько парламентариев сказали, что ксенофобии в стране нет и осудили слова Лаврова. Депутат Дариган Азарбаева отреагировала на просьбу журналистов своеобразно. Она попросила, цитата, не совать ей в рот микрофон. Старшая дочь бывшего президента Казахстана так и не поделилась с Азатыком мнением о заявлении Лаврова. Она призвала выслать ей вопросы и записаться на интервью. В тот же день на лояльном Назарбаевой интернет-ресурсе опубликовали комментарий от ее имени. Она утверждает в нем, что подверглась атаке со стороны журналистов. Сегодня утром я, как и многие мои коллеги-депутаты Мажелиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции «Радио Азатык», которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан. Сотрудничество без границ». Слова Дариги Назарбаевой об атаке вызвали недоумение среди журналистов и медиаэкспертов. Если считать это атакой, то вся проводимая сейчас работа журналистов тоже атака. Дарига Нурсултановна знает закон о СМИ, знает Конституцию. Она давно работает в этой сфере. Вопрос был важный. Он касался неоднократных выпадов российских политиков и парламентариев в сторону нашего государства. Народ ждет на него ответ. Ответа нет. Она же называет это атакой. Атака – это если вас окружили, толкают, не дают высказаться, перебивают. Там же был всего один вопрос. Если бы она всегда и в любом месте давала ответы, выражала готовность отвечать на заседаниях, то журналисты лишний раз не ходили бы за ней. На инцидент обратил внимание и бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни, занимающийся сейчас политическими исследованиями. Кортни написал в Твиттере, что вопрос депутату от журналистов – это не атака, а попытка получить ответ от слуги народа. Коллеги Назарбаевой были осторожны в своих высказываниях и не спешили давать оценку ее действиям. «В стенах парламента средства массовой информации задают нам вопросы. Мы обязаны на эти вопросы отвечать. Ту ситуацию я сейчас оценивать не могу». «Кому и как отвечать это дело депутата? Хорошо? Наверное, правильнее у коллеги лично об этом спросить». О чем написала Дариган Назарбаева в своем комментарии, кроме того, что была атакована. Она указала, что в Казахстане иногда случаются то, что она назвала отдельными проявлениями бытового национализма. И добавила, что и в России нет-нет тоже случаются ксенофобские проявления. Вместе с тем она упомянула термин, не прописанный в казахстанском законодательстве – «иноагент». В соседней России к иноагентам относят общественные организации, СМИ и правозащитников, которые вскрывают нарушения прав человека и коррупционные схемы. В реестр иноагентов их вносят только из-за того, что они получают финансирование из-за рубежа. Назарбаева в комментарии пишет, что иноагенты ведут диверсионную работу. Правда, кого она имеет в виду под иноагентами, осталось неясным. К слову, договориться об интервью с Назарбаевой нашей редакции не удалось. Азатык направил вопросы, обратился к ее помощникам. Ответа нет. Предыдущие многочисленные попытки казахстанских журналистов получить ответы на вопросы у Дариги Назарбаевой в большинстве случаев были безрезультатными. Она никак не комментировала несколько международных расследований, где ее имя фигурировало в связи с роскошной недвижимостью, офшорными счетами и прочими активами. Просто обходила публикации молчанием. Такой получилась неделя глазами корреспондентов Азатыка. Еще больше интересного вы найдете на нашем сайте и страницах в социальных сетях. А это был проект Азатык. Итоги недели. До встречи.